В 2022 оказался богат на положительные новости из мира севастопольского футбола. Региональная федерация получила долгожданную аккредитацию, построили новые качественные поля, среди которых выделяется стадион «Горняк». Успешно провели немало городских соревнований. В первую очередь, конечно, хотелось отметить первую футбольную нашу команду ФК «Севастополь», которая четвертый раз стала чемпионом Крыма досрочно. Также хотелось отметить студенческую команду, которая в конце года выиграла Кубок Содружества, впервые проводимый студенческой лигой. Также команду «Футбольный капитан», которая впервые участвует уже в чемпионате России, в первенстве России по мини-футболу. И после первого круга занимает четвертое место, отставая от первого места всего лишь на одно очко. Показали великолепный результат. В последнем выезде они взяли все четыре победы, одержали. В самом Севастополе в этом году разворачивались свои баталии. В четверг в манеже главной городской арены подвели итоги регионального первенства среди детей в трех возрастных категориях. Призерам и победителям вручили кубки и медали. Ребят поддерживают родственники и друзья. Но главным звеном в процессе становления их спортивной карьеры, безусловно, является тренер. Нашим мальчишкам повезло. Их обучают профессионалы с футбольным прошлым. Многие из них хорошо знакомы с севастопольской публике. Иван Шишкин – наставник сборной 2009-2010 годов рождения спортивной школы номер 3. Его помнят по выступлениям за главные севастопольские команды на протяжении 11 сезонов, за которые он провел более 200 игр. Весь опыт мы оставляем лучшее из этого и стараемся привить детям. И не только как футболисты, но и прививаем любовь к городу, любовь к делу, которым он занимается. Иван Владимирович работает с детьми уже 6 лет. Он осознает ответственность, которая возлагается на него. И потому старается, чтобы тренировки проходили максимально продуктивно для ребят. При этом золотую футбольную мудрость наставник уже передал своим подопечным. Даже если проигрываешь, никогда не расстраивайся. Или, к примеру, когда занимаешь второе место, ничего страшного, все впереди. В этот же вечер прошло награждение победителей и призеров чемпионата Севастополя среди взрослых. В нем победа досталась сборной Севастопольского государственного университета. По результатам семи игр команда одержала верх в шести матчах и набрала 18 очков. У их ближайшего преследователя Спартака в копилке на два балла меньше. При этом очная встреча двух конкурентов завершилась победой Спартака. Но им этого не хватило, чтобы занять первую строчку таблицы. Финальная игра у нас была США номер три, Динамо. Мы понимали, если выиграем, то занимаем первое место. Но соперника устраивала ничья. Но нам получилось выиграть. И это очень круто было. С окончанием первенства сезон для детских команд еще не завершается. В субботу, 24 декабря, на стадионе Парка Патриот состоится матч за суперкубок фестиваля на призы региональной федерации футбола Севастополя среди команд 2012-2013 годов рождения. Антон Шачков, Юрий Реутин, Севинформбюро.